МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дополняющий обязанности главы города Махачкала навестил военнослужащих, находящихся в госпитале Ставрополя. Совместная работа для добрых дел. Благотворительный фонд «Инсан» теперь будет сотрудничать и с Объединенными Арабскими Эмиратами. 15 медалей разной пробы. Таков результат участия дагестанских тэквондистов на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону. Тарифы на коммунальные услуги до 1 июля 2024 года повышаться не будут. Об этом заявил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Таким образом, председатель дагестанского правительства ответил на информацию в некоторых дагестанских пабликах о том, что ожидается повышение платы за электроэнергию. По словам Абдулмуслимов, расходы, связанные с приведением бесхозных сетей в нормативное состояние, будут выделены из других источников. 10 тонн гуманитарной помощи для госпиталя и подарки. Исполняющий обязанности главы города Махачкала навестил военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале Ставрополя. Среди раненых в ходе СВО уроженцы Дагестана, Чечни и других республик Северокавказского федерального округа. Также в ходе рабочей поездки в Ставропольский край Газимагомедов посетил дагестанскую семью, потерявшую двух сыновей в ходе СВО. Исакадий Магомедов проживает в селе Архангельское Ставропольского края. Оба его сына призывались здесь же. Они вместе служили и погибли, выполняя воинский долг. Глава Махачкалы выразил соболезнование отцу семейства от лица главы Дагестана Сергея Меликова и от себя лично. Газимагомедов также заверил отца военнослужащих, что администрация Махачкалы готова оказать любую посильную помощь. Порядка 9 тысяч безхозяйных сетей поставили на учет в этом году сотрудники Дагестанского управления Росреестра. Об этом и многом другом из того, что удалось сделать, говорили на расширенной коллегии ведомства. Это и введение национальной системы пространственных данных, которая позволяет видеть границы, место расположения и состояния на данный момент конкретного земельного участка и заметно выросшее количество предоставляемых управлением электронных услуг. Были определенные достижения, были успехи и, соответственно, есть еще над чем работать. Приглашенные коллеги из Министерства по земельным и имущественным отношениям, кадастровой палаты и Общественного совета Росреестра по Республике Дагестан отметили нашу совместную работу. Надеюсь, что такая плодотворная работа продолжится в 2023 году. И те задачи, которые перед нами ставит высшестоящее руководство, а также руководство Республики Дагестан, это и социальная догазификация, это гаражная амнистия, дачная амнистия, это консолидация бесхозяйных электрических сетей, они будут полезны и для жителей нашей республики. Самый крупный благотворительный фонд на Северном Кавказе «Инсан» теперь будет сотрудничать и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Совместная работа будет направлена на помощь остро нуждающимся людям. Об этом в ходе мероприятия Международный день человеческого братства, которое состоялось в Москве, говорили посол Арабских Эмиратов Мухаммад Ахмад Аль-Джабер и генеральный директор фонда «Инсан» Мухаммад Расул Магомедов. Посольство Объединенных Арабских Эмиратов обратилось с просьбой для того, чтобы порекомендовали фонд благотворительный в Дагестане, и администрация главы нашей республики порекомендовала наш фонд, который может провести с ними благотворительные акции. На нас вышло посольство, у нас уже есть проект одной благотворительной акции. Со стороны господина посла была хорошая реакция на то, что у нас такое завязывается сотрудничество, поэтому я надеюсь, мы в дальнейшем будем сотрудничать тесно, и, я думаю, скоро все наши зрители увидят результаты вот этих договоренностей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еженедельная акция «Пробежка с чемпионом» набирает обороты. Порядка 500 человек на берегу Каспийского моря получили мощный заряд от именитых спортсменов республики. Пробежка, зарядка, отработки приемов и перетягивание каната. В спортивном мероприятии принимают участие дети и взрослые, общественники и религиозные деятели. Акцию проводит общественная организация «Молодежь Махачкалы». Сегодня на утренном намазе был в одной из мечетей. Там было 200 детей, дорогие братья. 200 детей. Вот такие дети. Вот они были там. Это я к чему говорю? Давайте каждый свой день будем начинать в первую очередь с намаза. Потом уже у кого-то время хватает, вот так по воскресеньям. Я вам обещаю, я буду каждый раз приходить, иншаллах. Покажем пример с Махачкалей. 15 медалей разные пробы выиграли дагестанские тэквондисты на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону. Рейтинговые соревнования проходили среди юниоров и юниорок, а также взрослых спортсменов. На верхнюю ступень педестала в своих возрастных группах удалось подняться Хаве Гусейновой, Анжелине Абдулаевой, Магомед Гаджи Магомедову, Мухмаду Таймасханову, Магомед Расулу Амарову и Ибрагиму Абдулкеримову. Также в копилке тэквондистов из Дагестана 4 вторых и 5 третьих мест. Боксер Альберт Батыргазиев проведет 8-й профессиональный поединок. 4 февраля в подмосковном Серпухове победитель Олимпийских игр в Токио встретится с экс-чемпионом WBA из Панамы Хасриэлем Коралесом. Десятираундовый поединок станет главным событием шоу в рамках третьего боксерского форума. Турнир в прямом эфире покажет Первый канал. В активе 24-летнего Батыргазиева 7 побед на профессиональном ринге, причем пять раз он выиграл досрочно нокаутом. На счету шестого номера рейтинга WBA Коралеса 26 побед и 4 поражения. Субтитры создавал DimaTorzok